Библиотека имени Жернакова рада вам предложить громкое чтение главы Великан из-за повести Николая Носова «Тайна на дне колодца». Николай Носов – замечательный детский писатель. Я надеюсь, что и современные дети с удовольствием читают и будут читать его книги. В нашей библиотеке есть просто уникальные экземпляры, но, к сожалению, только три тома из четверых томника собрания сочинений Николая Носова. В том томе содержатся сказки и рассказы Николая Носова, а также три повести – «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына» и «Витя Малеев в школе и дома». А открывает это уникальное собрание сочинений предисловие не менее известного писателя Алексея Алексина под названием «Волшебник и друг детей». Во втором томе содержатся две повести о Незнайке, «Приключение Незнайки и его друзей» и «Незнайка в солнечном городе». Третий том полностью посвящен Незнайке на Луне. А вот о четвёртом томе мы сейчас поговорим отдельно. Туда входит автобиологическая повесть «Тайна на дне колодца», повесть о моём друге Игоре. Здесь Николай Носов написал о своём внуке Игоре и его иронические юморески, которые покажутся интересными взрослому читателю. Автобиографическая повесть «Тайна на дне колодца» рассказывает о детских годах жизни писателя. Здесь он говорит о том, как проводил в своё время маленький мальчик Коля, рассказывает о своём братье, о маме, о папе. Читаю главу «Великан». Есть человек, которого я очень люблю. Это мой отец. Какой он? Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать. Он такой, как есть, каким должен быть и иным быть просто не может. Мне всё нравится в нём и лицо, и голос. Он всегда ласков со мной и часто называет меня уменьшительными именами. Когда мы возвращаемся с прогулки и я шагаю из последних сил, чуть не падая от усталости, он подбадривает меня. Ну, шагай, Кока, шагай. Смотри, совсем немного до дома осталось. Ты у меня молодчина. Единственное, что я могу сказать о нём, это то, что он очень большой. Его туфли, которые он любил называть в шутку «Мои скороходы», производство обувной фабрики «Скороход», каждый раз приводит меня в изумление своей величиной, особенно, когда я вижу их отдельно от него, то есть, когда он снимает их. Иногда я пробую влезть в эти скороходы и походить в них. Несоизмеримость моих ног с этой гигантской обувью особенно сильно действует на моё воображение, и мой отец представляется мне каким-то фантастическим существом. Мне нравится, когда мой добрый великан берёт меня руками под мышки и поднимает над своей головой. Я вижу мир не таким, каким вижу его обычно, то есть с высоты своего ничтожного роста. Мне начинает казаться, что я тоже вдруг стал великаном, и всё моё существо наполняется гордостью. Если же отцу вздумается подбросить меня кверху, я громко смеюсь, испытывая захватывающее чувство радости, смешанное со страхом. Но я люблю испытывать это чувство и прошу, чтобы он подбрасывал меня ещё и ещё. Я не знаю, что делает мой великан на нашей планете, каково, так сказать, его жизненное поприще, и чем он снискивает пропитание для себя и своей семьи. По моим представлениям, вся человеческая деятельность сводится к трём вещам. Первое – бегать, можно ходить. Второе – видеть. И третье – есть, то есть потреблять продукты питания. Откуда берутся продукты питания, это мне предстоит узнать в будущем. А пока я знаю лишь, что время от времени великан уезжает. И я не вижу его иногда по нескольку дней. Я скучаю по нему и спрашиваю мать, когда папа приедет. Если мать скажет вечером или завтра, это понятно мне. Вечером – это значит, когда кончится день. А завтра – это когда кончится день и пройдёт ещё ночь. Но если мать говорит «через пять дней», как это понять? Ведь я не умею ещё считать. Это будет воскресенье, объясняет мать, видя, что я не понимаю. А когда воскресенье? Задаю вопрос я. Мать пытается наглядно объяснить мне значение этой числовой величины. «Ну сколько у тебя на руке пальцев?» – спрашивает она. Я смотрю на свою руку с широко растопыренными пальцами и говорю «много». У тебя пять пальцев – говорит мать и загибает один за другим пальцы на моей руке, считая. Один день, два дня, три дня. Наконец, все пальцы загнуты. И я с недоумением смотрю на свою руку, стеснутую в кулак. Видя, что я ничего не понял, мать подводит меня к висящему на стене календарю. «Сегодня какой день?» «Вторник», – говорит она и начинает загибать кверху один за другим в листке. Вот смотри, пройдет вторник, за ним среда, потом четверг, пятница, суббота, а вот видишь на листочке красная цифра. Это и есть воскресенье. Мы будем каждый день отрывать по листочку, и когда дойдем до этого лиска с красной цифрой, приедет папа. «О, это долго, если каждый день по листочку», – говорю я. «Давай оторвем все сразу». Мать невольно улыбается и начинает объяснять мне, почему нельзя сразу. «Но я что-то не очень понимаю, какая может быть связь между этими бумажонками на стене и приездом отца». Вечером, ложась спать, я долго обдумываю этот вопрос. На утро встаю и, еще не одевшись, отрываю от календаря один за другим листочки, пока не появляется листок с красной цифрой. «Вот, сегодня папа приедет», – говорю я маме, «которая застает меня за этим занятием и показываю пальцем на красную цифру. «Глупый», – говорит мать, «я ведь тебе объясняла. Значит, ты ничего не понял. Один листок надо было оторвать. А если я хочу, чтобы папа приехал?» «Мало чего ты хочешь. Разве пройдут дни от того, что ты оторвал листочки?» «Ну, я не знаю, как это так получается», – развожу я руками. «Может быть, и пройдут». «Может быть, может быть», – передразнивает меня мать. «Слушал бы, что говорят старшие. Давай, одевайся». Я начинаю натягивать чулки, которые вечно наревят, вывернутся кверху пяткой. Мать поправляет чулок на моей ноге. То, что казалось мне трудным и сложным, так легко и просто получается у неё. Я люблю, когда мать помогает мне одеться. Сквозь чулок, даже сквозь ботинок, когда она связывает шнурки, я чувствую тепло её ласковых рук. Через полчаса я сижу за столом на застеклённой веранде и пью чай с молоком. За окнами на ярком солнышке мельтешат своими серебристыми листочками берёзы, порхают бабочки, жужжат суетливые мухи разных пород и калибров, плавно подносятся пиловитые пчёлы. Словом, вокруг много всякой живности. Тут и глазастые голубые стрекозы с трепетными прозрачными крылышками и мохнатые добродушные шмели и злые полосатые осы. Для меня особенно удовольствие вывести стрекозу. А ос я боюсь. Мне кажется, что у них только и мысли как бы взлететь на веранду и ужалить меня. Сквозь окна и открытую настижь дверь мне виден почти весь участок, на котором стоит наш дом. Перед самым домом клумбы с цветами. Я уже знаю названия многих из них. Вот пахучие, пылающие, как они гоньки, настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зелёные зонтики. Вот маргаритки. Они как маленькие примерные девочки. Чистенькие, аккуратненькие, немного застенчивые, стоят на своих тонких ножках и, склонив на бок головки, о чём-то секретнейшем между собой. А вот анётины глазки, гордые красавицы. Разодевшись в яркие нарядные платья, они словно собрались на бал. Но мои самые любимые – резита. Скромные, крошечные, неприметные цветочки с тонким, неповторимым, на всю жизнь запоминающимся запахом. Если встать ночью, когда все спят, то на кломбах можно увидеть гномиков, то есть маленьких человечков роста вспалец. Они приходят сюда из леса и нюхают резиду. Известно, что гномики ничего не едят и питаются запахом цветов. На головах у них красные строконечные шапочки, а в руках – крошечные фонарики, которыми они освещают себе путь. Ночью мне надо спать, поэтому живых гномиков я пока не видал, но видал их на картинке, которую показывала мне мама. Позади клумб – зелёная поляна, пестреющая беленькими ромашками, лиловыми колокольчиками, синими васильками и седыми, пушисто-головыми одуванчиками. За поляной лес. Десятка два молодых берёзок и ольф. Здесь живут мои милые подружки, безмятежно спокойные, мечтательные фиалки и задумчиво грустные ландыши. Не всегда ландыши почему-то кажутся грустными, может быть, потому что выбирают места поуединённее, потемнее. За лесом лужайка, поросшая густым хом и бледно-зелёными чешучатыми болотными хвощами. Место здесь сыроватое. Дальше серый, потемнивший от времени деревянный забор с посаженными вдоль него за пашистыми и липучими вальзаминовыми тополями. За забором улица. Называется почему-то первая линия. Наклонившись над блюдцем, я пью чай и болтаю под столом ногами. Хотя мне не раз твердили, что сидя за столом болтать ногами нельзя, я неизменно нарушаю это постановление. Дело в том, что меня неудержимо тянет к движению, к перемещению в пространстве. Ноги мои хотят бегать, но поскольку пить чай и бегать в одно и то же время нельзя, то ноги мои просто болтаются, изображая бег, а бегают вместо них глаза. Скользнув по поверхности стола, они выскакивают за дверь и бегут по посыпанной песком дорожке, которая ведет через весь участок калитки. И вдруг случается то, что никак не должно было случиться. Калитка неожиданно открывается, и в ней появляется мой великан. Я хочу крикнуть, папа приехал, но вместо этого от разбирающей меня радости фыркаю прямо в блюдце, и весь чай с молоком выплескивается мне в лицо, попадая даже за уши. Выскочив из-за стола, я бегу по дорожке, нет, не бегу, я лечу над дорожкой, как шимель, как пчела, нет, как муха, муха быстрее летают. Гоп! С этим волосом отец ловит меня, иначе я угодила бы ему головой прямо в живот. Минуты я выезжаю в дом, сидя у него на плече. Вот, торжественно объявляю я матери, а ты говорила глупый. Отец рассказывает матери, что где-то что-то не то состоялось. Не то не состоялось, поэтому он вернулся раньше, чем было намечено. Мать рассказывает отцу про случай с календарем. Весело хохочет отец, спрашивает, ты, может быть, думаешь, я на самом деле приехал, потому что ты календарь испортил? Это совпадение. Знаешь, что такое совпадение? Он начинает объяснять мне, что такое совпадение. Я, конечно, не могу во всей полноте понять значение этого слова, но когда впоследствии произошло еще одно совпадение, я уже знал, что это за штука такая. Вот я и прочитала вам одну из глав повести «Тайна на дне колодца». Что это была за тайна? Что происходило в жизни маленького Коли Носова, вы узнаете, если прочитаете его автопиографическую повесть «Тайна на дне колодца». Она есть в нашей библиотеке. Читать книги Николая Носова можно и нужно не только детям, но и взрослым. Можно устраивать семейные вечера под веселые рассказы Николая Николаевича или прочитать полностью вместе со своими детьми приключения Незнайки. Приятного вам чтения. Продолжение следует...